немного отступлю от описания компьютерной техники и расскажу про ваш главный инструмент уши потому что без способности слышите вы не сможете донести до окружающих свои музыкальные идеи это очевидная вещь плотненько главный инструмент руки дизайнера глаза а у музыканта уши посмотрите фильм все из-за питонга и вы поймете как тяжело потерять слух музыканту поэтому берегите ваши уши каким бы скучным вам сейчас не казалось это наставление это ваш главный инструмент перечислю вам несколько советов по сохранению вашего слуха не стоит ставить под колонками в клубе даже если из них звучит самый любимый трек не слушайте по долгу музыку в наушниках на последнем щекотливом для перепонок уровне ведь все прекрасно слышно и на более тихом звуке также советую вам использовать на концертах и в клубах специальные беруши или вату которых звук тише процентов на 10-20 особенно если вы на большом рэйве где со звуком обычно не жадничают обычно музыканты пишут музыку слушая мониторы или наушники нет нет не те мониторы в которые вы сейчас смотрите так принято называть качественные колонки для работы с музыкой у них тоже есть куча разновидностей для любого кошелька и я бы мог посоветовать вам мониторы от 150 долларов за штуку чтобы вам не пришлось потом через полгода покупать более дорогие и качественные потому что чем дешевле мониторы тем больше искажений звука сравните компьютерные колонки и колонки в вашем музыкальном центре согласитесь что маленькие колонки не передают так хорошо бас как их большие собратья дорогие мониторы не врут со звуком но перед покупкой советую разобраться с характеристиками почитать отзывы и сделать правильный выбор также мониторы хорошо передают пространственную картинку инструментов в треке потому что каждое ухо слышит и левый и правый монитор одновременно только с разной громкостью что и дает эффект стереозвучания когда как наушниках левое ухо слышит только свой левый канал а правое только свой правый но лучше сидеть в хороших наушниках чем с дешевыми мониторами у мониторов есть минус такой же как и у любых других колонок если вы поставите их в свою комнату в которой живет ваш брат или сестра и будете гонять свои шедевры по их ушам то ваша песня будет недолгой а звенящие стеклянные двери серванта вашей комнате будут искажать правильное и честное звучание ваших мониторов позже звуком окружающей среды возможно присоединяться ваши соседи если только они не берегли в молодости свои уши и теперь им все фиолетово поэтому либо переоборудуйте свою комнату под мини-студию с хорошими поглощающими материалами на стенах либо начните использовать наушники которые не так затратны и как бонус в которых можно писать музыку ночью нормальные наушники начинаются в ценовом диапазоне от 30 до 50 долларов полупрофессиональные стоят дороже от 100 долларов сайта вам заглянуть на сайт стереофонс точка ру где помимо большого выбора наушников есть много отзывов живых людей почти по каждой модели которые могут повлиять на ваш выбор у них есть также розничный магазин где можно протестировать выбранную модель наушников есть три главных типа наушников открытые закрытые и затычки открытый хорошо относительно честной передачи пространства но быстро могут надоесть вашим соседям по комнате или квартире потому что звук из них идет не только в ваши уши но и наружу причем снаружи слышно не самые приятные для человеческого уха частоты закрытые хороши тем что приглушают внешние шумы и почти не выпускает звук наружу но пространство не всегда честно ощущается при этом оба эти виды не всегда бывают легкими и после пары часов работы с наушниками на голове прижимающими ваши уши появляется желание снять их побыстрее тогда на помощь приходят затычки это такие беруши со встроенными колонками ты затыкаешь весь внешний мир этими берушами и слушаешь только свою музыку но по пространству совсем беда поэтому в них лучше никогда не сводить а вот создавать наброски новых треков с ноутбуком в гамаке на природе и затычках самое милое дело главное наушниках это частотная характеристика это способность передавать все частоты которые может услышать человеческое ухо а конкретно это от 20 до 20000 герц и дороговизна наушников зависит от качества передачи каждой частоты главное чтобы какая-то частота не сильно выпирала наружу или не проваливалась и так у нас теперь есть компьютер со звуковой картой у нас есть мониторы или наушники и главное нас есть желание писать музыку без которого можно за комп не садиться не насилуйте себя если вам это занятие кажется нудным найдите что-нибудь поинтереснее и приятнее благодаря современным компьютерным программам каждый человек может выразить себя через любые виды творчества попробуйте в роли музыканта дизайнера писателя или например 3d визуализатора поэтому если вы предпочтете и поиграть в игрушку вместо изучения нотной грамоты и мир не досчитается еще одного музыканта то это пропажа будет незаметно музыки от этого не убавится точно ищите себя теперь вам надо запустить fl studio 10 и не пугаться кучи кнопочек ручек окон и каналов когда вы открываете серьезную программу в первый раз то метод тыка часто вводит еще большую панику чем просто созерцание всего этого разнообразия систем управления поэтому правильнее всего надо сначала узнать назначение каждого элемента программы а потом уже брать быка за рога использовать свои знания в практике вспомните себя как вы впервые сели за компьютер как долго осваливали интернет как тупили в варде или экселе или как сейчас вам все кажется простым и обычным при регулярном использовании любой программы все быстро переходит на автопилот я сейчас вам покажу возможности fl studio 10 на примере готового проекта но об этом в следующем уроке а